Открытая студия Здравствуйте Здравствуйте Вы работаете в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области Академии социального управления Да, совершенно верно И Академия является региональным оператором, да, как это сейчас модно Да, 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 поскольку это федеральный проект, он проводится, по-моему, в 80 регионах Российской Федерации, 80 субъектов Российской Федерации И, соответственно, Московская область является одним из субъектом И Министерство образования Московской области выбрало как раз Академию социального управления региональным оператором этого проекта Ну, а меня уже приказом нашего ректора Лупского Андрея Александровича назначили региональным координатором И вот весь этот проект на всю Московскую область я координирую Содержание проекта хотелось бы понять, хотя бы тезисно Ну, уже в самом названии мы уже видим, что это профориентационный проект Соответственно, этот проект для учащихся с 6 по 11 класс И что мне очень импонирует в этом проекте, то, что это проект системный, во-первых И, во-вторых, он, я бы сказала, такой законченный Есть некая простроенная логика, то есть есть начало и есть некое логичное завершение То есть проект начинается с чего? Что ребята на платформе, то есть у проекта есть своя платформа Одна платформа на всю страну То есть ребята приходят на платформу, регистрируются на этой платформе И проходят тестирование То есть различные профориентационные тесты А также тесты, которые направлены на развитие определенных навыков Но как сегодня есть такой очень популярный термин Soft skills Вот так называемые гибкие навыки Которые очень важны на самом деле Особенно сейчас, когда у нас очень высокая конкуренция В любом профессиональном поле Да, не будешь гибким Не будешь гибким, да, не получишь ту должность, о которой мечтаешь Ну и, соответственно, ребята проходят тестирование Тестирование, они рассчитаны на определенный возраст То есть, например, для детей 6-7 класса это одни тесты Они более адаптированы под их возраст Ну, для ребят уже 10-11 класса Ну, немножко другого уровня Ну и, конечно, тесты, они достаточно интересные В таком, в игровом формате Они разрабатывались методологами проекта «Билет в будущее» И их более 60 там А получается, что те, кто попадает в этот проект в 6 классе Ну, скажем так, в неком приоритете и в более выгодном положении оказываются Потому что у них впереди еще 5 лет Вместе с этим проектом и поэтапно они будут наращивать опыт Да, совершенно верно Проект предполагает преемственность И, соответственно, ты можешь в этом проекте пробовать себя Проходить различные тестирования и различные профессиональные пробы На всем этапе участия в этом проекте И как раз профессиональные пробы – это второй этап То есть после того, как ребенок протестировался, получил некие результаты Некое понимание своих способностей, своих интересов Что-то интересное для себя подчеркнул из этих тестов И тогда у него открывается возможность записаться на практические мероприятия И эти практические мероприятия, они у нас проходят или в очном формате Или в онлайн формате Соответственно, ребенок выбирает те мероприятия, которые ему интересны По тем компетенциям, которые ему интересны В Московской области это 89 компетенций, которые предлагают наши площадки Опять-таки скажу, что у нас проект реализуется на базе 54 площадок Московской области Это организации высшего и среднепрофессионального образования Соответственно, площадки 54, а мест проведения проб еще больше Потому что, как правило, у каждой площадки не один, а два-три адреса проведения То есть достаточно большая география И из каждого муниципального образования ребенок может физически доехать До любой площадки, которая ему интересна И, соответственно, также к тем, кто не может, например, выехать Ну, кажется, далековато Или, допустим, эту компетенцию можно освоить онлайн Ну, попробовать ее онлайн На дистанте, да? Да, то это также можно это все сделать в онлайн-режиме Соответственно, ребенок записывается Единственный момент, что для записи на мероприятие необходима регистрация родителей Потому что по закону о персональных данных мы не можем хранить информацию без согласия родителей Поэтому вот здесь нам как раз очень нужна помощь родителей И я очень хочу обратиться к родителям Пожалуйста, регистрируйтесь, потому что это очень поможет вашему ребенку Без вашей записи, без вашей регистрации ребенок не сможет записаться и посетить мероприятие Ну, вот из того материала, который вы мне сейчас рассказали Я вижу старый добрый УПК Который был у нас у школьников раз в неделю Но, правда, там никто предварительных тестов не проходил Хочется? Куда тебе хочется? Я хочу на автодело Ой, а там уже группа переполнена Ну, а куда? Ну, и смотришь, где свободные места Но здесь я так понимаю, что подход с тестированием предварительным Позволяет как раз выбрать 3-4 направления И потом уже понять, какой приоритет на тебе по душе Ну, вообще, тестирование Во-первых, ребята очень любят тестироваться Потому что им очень нравится узнавать свои интересы Очень нравится узнавать о своих способностях И они в это играют, и это здорово Но тестирование — это еще не все То есть мы же знаем, что наши все способности, они проявляются в практике То есть не попробуешь — не узнаешь То есть, соответственно, вот если ты ни разу не пел, ты не узнаешь, умеешь ты петь Есть у тебя к этому способности, склонности или нет Соответственно, и здесь также в любом виде деятельности И проект чем хорош? Что вот, как вы говорили, УПК, вот группа уже занята И ты идешь вместо автослесаря, идешь на парикмахера, например Да, или еще что-то в этом духе Ну, там-то мы отбывали просто номер, да, раз в неделю приходили Да, я тоже отбывала номер У меня даже есть удостоверение к электромонтажнице Фонари уличного освещения Умею собрать патроны, сам фонарь Вот, а здесь другой подход Здесь ребенку в рамках проекта, который длится у нас, получается, с июля по ноябрь Предлагается посетить четыре профессиональные пробы То есть одну пробу в очном формате и три пробы в онлайн формате И вот, пожалуйста, четыре компетенции выбираешь, какие тебя наибольшим образом заинтересовали И, соответственно, идешь и узнаешь, о чем это, про что это и как тебе это нравится Кстати, с точки зрения гибкости, мы о ней говорили в самом начале разговора Если вдруг все-таки вот ни одна из этих четырех компетенций не подошла Ну или, опять же, после практики ты понимаешь, что это не твое Насколько гибок проект? Ну, я могу поменять какие-то выборы, другие компетенции? Ну, на будущее, конечно То есть у ребенка вообще выбор мероприятия происходит по компетенциям То есть, например, там выборка есть по компетенциям, по дате, по типу мероприятия очное или онлайн И, соответственно, когда он выбирает, забивает, например, компетенцию в парикмахерское дело И ему все площадки, которые эту компетенцию предлагают, они ему тут же и расписание выпадает И он может выбирать эти мероприятия И если ты посетил четыре мероприятия вот в этом году и тебе ничего не понравилось А это, учтите, это тоже опыт, это положительный опыт Ты уже знаешь, что это не твое То из 89 компетенций, 4 мы убираем, остаются 85 И на будущий год ты приходишь и выбираешь то, что тебе может быть интересно А может быть совсем наоборот А может быть так, что ребенок каким-то образом там служит Ну, как часто это бывает с детьми, за компанию с другом или еще как-то, да? Друг записался там на фрезерный станок на работу, как бы на фрезеровщика на станках с ЧПУ Мне не нравится он за компанию, я пойду посмотреть Я не знаю, что такое фрезеровщик, я не знаю, что такое фрезерный станок с ЧПУ Но я пошел с другом, и он пришел, и он влюбился И вот этого станка было просто вот не увезти Это реальные как бы отзывы, реальные, скажем, данные с площадок, которыми я располагаю То есть дети приходят, они настолько увлекаются процессом, что уже проба закончилась, мероприятие закончилось Ребенок говорит, нет, а я хочу еще, а можно я еще здесь побуду, понимаете? О проекте «Билет в будущее», который работает в 80 субъектах федерации, в том числе и в Московской области Мы говорим в эфире открытой студии «Радио-1» У нас в гостях Ольга Шигирева, это региональный координатор проекта Ольга Юрьевна, ну а насколько отклик был, вот запустился проект? Ведь все-таки новые какие-то моменты, они, во-первых, должны предваряться информационным насыщением пространства для той целевой аудитории, на которую вы направлены Хотя, с другой стороны, дети, мне кажется, на такие вещи откликаются очень быстро Ну да, на самом деле так Ну, я должна сказать, что «Билет в будущее» в Московскую область реализуется у нас с прошлого года, с 2019 года Но в прошлом году он еще не набрал, скажем, таких, может быть, массовых масштабов Потому что, но все равно о нем уже стало известно И дети заинтересовались И он немножечко по-другому проходил В этом году немножко изменился алгоритм проведения самого проекта И о нем уже знали Ну и, конечно же, мы проводили большую работу в течение лета, начала сентября По информированию школ, по информированию детей, родителей О том, что этот проект у нас будет, что у нас стартует мероприятие И детей приглашали на этот проект Это и в соцсетях, и на сайтах администрации муниципальных образований На сайтах управления образования В общем, как только могли, мы информировали И плюс, конечно, СМИ, наши любимые Вот насчет компетенций Какое количество, напомните мне? 89 89 То, что касается актуальности запроса от общества и от государства в этих компетенциях Учитывается ли это в контенте проекта? Ведь все-таки сейчас идет направление на возрождение авторитета рабочей профессии Но, с другой стороны, у нас есть и продвижение IT-технологий, которые сейчас крайне востребованы Конечно, то есть разнообразие компетенций огромно То есть это и, скажем, парикмахерское искусство, поварское и кондитерское дело, например И, с другой стороны, это и предпринимательство, и рекрутинг, и веб-дизайн, и 1С, и проектирование, создание прототипа Все, что хотите От управления бульдозером, условно, до информационных систем По аналогии с выпускниками высших учебных заведений, которые уже в процессе учебы могут наладить контакт с работодателем И знать, куда они отправятся уже после университета или института Здесь, может быть, я забегаю вперед, а может быть, этот механизм уже учтен в проекте Будет ли возможность у школьника выбирать профессию и одновременно с этим общаться, например, с будущим работодателем Понимая, что он закончит школу, может быть, он, конечно, пойдет в высшее учебное заведение А может быть и нет, может быть, он пойдет как раз уже на свое рабочее место, где его ждут Вы знаете, наши площадки, они очень, конечно, заинтересованы в лояльных детях Заинтересованы в тех, кто к ним придет И поэтому они делают все возможное, чтобы организовывать так мероприятия, чтобы детям было интересно Чтобы заинтересовать детей И как раз они активно привлекают ребят на проект с тем, чтобы они потом смогли к ним поступать Потому что уже первый визит на площадку уже говорит для детей о многом Как их принимают, как их встречают, как их провожают И, соответственно, на этом связь не теряется То есть благодаря проекту у нас даже завязываются отношения между школами и организациями среднего профессионального образования Колледжами и техниками для того, чтобы они потом между собой взаимодействовали И, опять-таки, в проекте предусмотрен третий этап Да, то есть после того, как ребенок прошел профессиональные пробы Посетил профессиональные мероприятия Мало того, что всегда наставник оставляет отзыв в личном кабинете ребенка о его работе И говорит о том, что у него получилось, что у него не получилось На что нужно обратить внимание Это его как профессионала рекомендация Потом еще ребенку выдаются рекомендации по построению своей индивидуальной траектории учебной То есть что есть в регионе его проживания интересного для развития его интересов Для развития его способностей И какие есть возможности получения дальнейшего образования в рамках тех компетенций, которые он выбрал То есть такая дорожная карта ему выдается Да, 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 да То есть вот, пожалуйста, вам и преемственность как раз на будущее Задел на будущее О родителях хочу спросить Потому что вы сказали, что нужно регистрироваться Потому что есть некие законодательные акты, которые нужно учитывать А обратная связь вот с прошлого года с родителями была Понятно, что принимающая сторона площадки, на которых проходило практическое обучение Это одно, там люди смотрят с профессиональной точки зрения И именно эти выводы делают Родители как к этому проекту отнеслись, к участию их детей Ведь наверняка те, кто смотрит в будущее, они мониторили это все Вы знаете, те родители, которые интересовались, чем занимается ребенок в рамках проекта И видели результаты детей, они очень лояльны Им очень понравилось И в этом году как раз именно эти родители В общем-то как раз и стали нашей первой аудиторией Которые как раз детей сами и направили И способствовали тому, чтобы ребята прошли полный курс Который открывает возможности в рамках этого проекта Но, к сожалению, еще есть у нас много родителей Которые не очень участвуют в проекте Если даже в прошлом году у нас родители не были, скажем так, вовлечены в проект То в этом году как раз основная задача проекта Это вовлечь родителей в проект То есть родители регистрируются Они не только подтверждают персональные данные ребенка Но они еще заводят И они получают там свой личный кабинет И они могут вместе с ребенком отследить Как у него что получается На какие мероприятия они могут вместе с ним выбирать Они могут вместе с ребенком посмотреть отзывы наставника Что получилось, что не получилось Опять-таки могут сами протестироваться То есть теми же самыми тестами Я уверена, что многим взрослым это тоже будет интересно Узнать что-то о своих интересах, способностях Тем более, что наши интересы постоянно меняются Наши способности, как мы уже говорили, развиваются в деятельности Возможно, то, что мы о себе, скажем, знали лет 20 назад Возможно, сейчас уже картинка поменяется Поэтому вот как раз работа по вовлечению родителей Это вот, можно сказать, такая задача приоритетная сейчас Потому что дети хотят, у детей глаза горят, им интересно Ну а у родителей отношение к школе в последнее время Как просто к поставщику услуг Да, и родители не очень вовлечены И поэтому как-то вот не всегда готовы, скажем, откликнуться Вот на запрос ребенка Чтобы вот подтвердить регистрацию И дать ему разрешение посетить это мероприятие Хотя казалось бы, это же ведь не игрушки И не пустое времяпрепровождение В том-то все и дело, что выбор профессии – это очень важная задача И как раз очень важно это делать совместно с ребенком То есть не просто отпускать его на море волны Ну выбирай, что хочешь Или пойдешь туда, куда я скажу Но это уже совсем не актуально на сегодняшний день Потому что, ну есть, вы же знаете, как бы многие родители Как, ну вот ты заканчиваешь школу, вот идешь туда, потому что вот там хорошо Это часто я с этим сталкиваюсь А вот, кстати, регистрация и участие родителей Как раз вы об этом сказали Насколько можно нивелировать вот это давление Например, я там закончил этот техникум Или я закончил этот вуз Давай-ка и ты туда же Преемственность там поколений, опыта и так далее А ребенок, например, не хочет И вот эти моменты работают ли как-то внутри Какие-то механизмы дополнительные? Ну вот в том-то все и дело, что родители это делают, потому что у них нет другого алгоритма У них есть некий стереотип действия Ну да, привычка И скорее всего, что да, это так же и у них в свое время произошло Что вот мне родители сказали, я это сделал, и я не пожалел Вот и я поэтому так же вот сейчас Или я это сделал, я с этим живу, как-то смирился и привык, да? Ну по-разному, у всех разные мотивы Но вот есть такой определенный стереотип А здесь как раз мы и стараемся, во-первых, не выбрать профессию за ребенка Даже вот не помочь ему выбрать профессию, а сформировать готовность выбора Показать, что, как выбирать, научить этому выбору То есть как это правильно делать Вот с учетом своих интересов, склонностей, способностей С учетом рекомендаций, с учетом возможностей, какие открываются И опять-таки, вовлекаясь в этот процесс, у родителей меняется картина мира Они тоже начинают понимать, что, наверное, этот путь не актуален А тем более, извините, то, что было, ну скажем, то, что работало лет 20-30 назад Ну согласитесь, оно сейчас уже не работает Ну и образовательные учреждения уже совсем другие Да вообще вся ситуация другая У нас ситуация меняется, у нас рынок меняется буквально каждый год И если мы еще в прошлом году, год назад, не слышали про коронавирус Что, упс, и услышали И опять поменялось, и рынок поменялся, и перспективы поменялись И достижность профессии поменялась И приоритеты, да, по профессиям тоже Да, да Очень сильно Да, да, поэтому нельзя так загадывать Поэтому здесь как раз должен быть другой подход к выбору Как отнеслись к предложениям стать площадками те учреждения, которые сейчас в списке Насколько хорошо, что пошли на контакт? Насколько оценили перспективность этого проекта? Ну, очень заинтересовано У нас очень хорошие площадки И поскольку площадки выбирались, утверждались именно Министерством образования А именно замминистра Старчак Любовью Николаевной Она как раз всю жизнь, можно сказать, занимается развитием среднепрофессионального образования Московской области И, конечно же, наши площадки очень хорошо откликнулись Очень хорошо подготовились к этому Потому что на самом деле достаточно были жесткие условия предъявлены площадкам По требованиям инфраструктурного листа, по требованиям компетенциям наставников То есть здесь все буквально проверялось Все наставники отбирались То есть это своего рода такое негласное рейтингование произошло? Конечно, конечно Но вообще у нас очень сильные, очень хорошие площадки Которые неоднократно уже участвовали в движении WorldSkills У нас очень много наставников, которые сертифицированы, являются экспертами WorldSkills И имеют сертификат движения WorldSkills И вообще просто на самом деле являются суперпрофессионалами Ну и я вам даже могу сказать Я когда получаю вести с полей в виде фотографий, отчетов Вы знаете, я сама хочу туда поехать И вот на месте этих детей поучаствовать во всем этом Потому что как это проводится Как это интересно И с какой любовью наставники это делают И как площадки вообще организуют сами мероприятия Это дорогого стоит После завершения в этом году этого проекта Будут ли, точнее, возможно ли какие-то изменения в компетенциях Опять же с оглядкой на современную ситуацию И с прогнозированием на будущее Ну, наверное, да То есть возможно, что компетенции будут добавляться однозначно Ну, даже, скажем, в рамках вот этого года Мы тоже добавили свои компетенции, которые были не включены в проект То есть наши площадки Они разрабатывали программы И мы подавали запрос на утверждение этих компетенций То есть регионы могут внести какие-то дополнительные компетенции Это очень хорошо Да, например, вот у нас была введена нами компетенция Московской области Архивное дело, архивоведение Потому что ее не было изначально в программе заявлено И наша площадка как раз написала программу И ее утвердили Также мы ввели компетенцию для детей с ОВЗ Это обработка текста Потому что как раз и, в общем-то, в чем большая заслуга проекта Вот, мне кажется, в том, что предполагает участие детей с ОВЗ И это очень хорошо, потому что для них расширяются возможности И они могут посетить как, скажем, обычные мероприятия Если они как бы считают возможным для себя Либо уже мы специально указываем определенные нозологии Для детей с ослабленным здоровьем Я, конечно, понимаю, что прогноз делал неблагодарный Но прогнозируете ли вы рост? Если прогнозируете, то какой на следующий год в плане участия в проекте? Ну, я думаю, что рост у нас будет Потому что в этом году в новом формате Проект реализуется впервые И как бы уже я даже смотрю по динамике То есть если в сентябре у нас сначала как-то дети только на уровне тестов, например, останавливались Ну и как бы дальше им казалось это неинтересно То вот сейчас, я так думаю, что сарафанное радио между детьми сработало В октябре очень как бы площадки отмечают большой наплыв детей То есть по сравнению с тем, как дети шли на мероприятие в сентябре И как активны они сейчас, большая разница И даже я могу сказать, что если у нас в прошлом году На платформе проекта в Московской области Было зарегистрировано где-то 63 тысячи учащихся То в этом году уже более 90 тысяч Ну, приличный рост Да То, что регионы могут вносить свои компетенции Я понимаю, что есть процесс рассмотрения Говорит о том, что решать актуальные проблемы на местах Можно уже начинать заранее, готовя базу Конечно, конечно, откликаясь на нужды региона И, соответственно, формируя то предложение, которое порождает спрос Но, с другой стороны, если мы берем шестиклассника Пока он дорастет у нас до 11-ти классника и до выпускника Насколько оперативно все-таки можно решать подобным образом? Ну, так у нас же каждый год происходит процесс утверждения компетенции Поэтому, допустим, от 6-го класса он заявился в проект И вот вплоть до 11-го класса он может входить в проект Он может что-то для себя интересное брать Узнавать новые компетенции и пробовать их Не долго это, что мы только через 5 лет получим специалиста, который нам нужен сейчас? Но мы не получим специалиста Ну, или, по крайней мере, человек, который заинтересован в этом Я уже говорила, что это нет задачи Дать какую-то профессиональную подготовку Или выбрать профессию А именно сформировать готовность к выбору То есть мы получим на выходе человека, который уже понимает, что он хочет Который знает, как учитывать свои способности Как учитывать свои возможности Который же понимает, что я попробовал Я имею представление о мире труда То есть научить это не главное, главное мотивировать Конечно, и, соответственно, дать, скажем, эту программу Я бы сказала, даже видение того, как правильно выбирать То есть вот так, чтобы потом не разочароваться Потому что, ну, к сожалению, мы знаем Есть очень много случаев, когда человек закончил высшую учебное заведение Три года поработал и уходит из профессии Да хорошо, если так А то закончил и ушел в другую профессию Ушел в другую профессию, в том-то все дело И хорошо, если он сразу ушел А бывает так, что он 20 лет отработал, а потом оп, я художник И пойду творить И все надо начинать заново в 40 лет Это же сложно Для того, чтобы иметь четкое понимание, куда направиться в большой жизни Когда она распахнет перед выпускниками школы своей двери И работают билеты в будущее Это проект, я напомню, что сегодня в открытой студии Об этом проекте более чем подробно Мы беседовали с региональным координатором проекта Ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 класс в Московской области Ольгой Щегиревой Открытая студия